В чешском городе Кульм в эти выходные гремели взрывы, Россия воевала с Францией. Речь идет о реконструкции исторических событий 200-летней давности. Подробности в нашем следующем материале. 200 лет назад на этом месте события развивались почти так же. В богемии августовская жара, в мушке это черный порох, а на поле битвы непроглядный пушечный дым. Сражение под Кульмом – одно из знаменательных событий 1813 года. Тогда русская армия при поддержке союзников одержала одну из своих главных побед в войне с Наполеоном. Два века назад при Кульме 15 тысяч русских солдат несколько дней подряд удерживали натиск 35 тысяч французов, дожидаясь австрийского подкрепления. В реконструкции битвы приняли участие 800 солдат, 4 десятка лошадей и 11 пушек. Участники – добровольцы из России, Белоруссии, Чехии, Польши и Германии. Обмундирование и костюмы они изготовили собственноручно. Ритузы с лампасами, треуголки, эпалеты и даже пуговицы – все под стать военной моде 19 века. Профессор Вадим Лорис-Меликов в устье над Лаби приехал из Санкт-Петербурга. Мундир генерала Ермолова он не шил, а одолжил в музее. Благодаря пропавшему порохом костюму, а может из любви к истории, на реконструкции битвы он почувствовал себя настоящим стратегом. Сначала русские вы видели, отступали, французы и стеснили. Потом подошел дополнительно корпус, вы видели в белых мундирах, австрийский корпус, и ударил в бок французам. Французы стали отступать, в конце концов мы их отбросили и взяли в плен генерала Вандама. Видели, конница взяла в плен. Вот на этом бой и закончился. Генералы повержены, 12 тысяч солдат приставлены к награде. По мнению участников реконструкции, в таких военных играх должны участвовать политики. Тогда в мире будет меньше реальных войн. В этой форме мне вполне комфортно. Это намного лучше, чем оказаться в современной военной форме где-нибудь на поле боя, не будучи уверенным, что останешься жив. Здесь я уже знаю, чем закончится бой, в отличие от тех войн, которые ведутся в современном мире. Посмотреть на историческое событие пришли около 20 тысяч человек. Те, у кого не было костюма, накупили военных сувениров. Ну и это же Чехия. Специально к 200-летней годовщине Кульмского сражения только здесь можно было отведать красного пива Йордан, названного в честь погибшего на поле битвы с Кокуна. Детям же достались деревянные мечи и наставления родителей играть в войну, но не брать в руки настоящего оружия. Ксения Муштук, Антон Ширяев, из Чехии, специально для Artvai.